Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами хотел бы поговорить о жилье, о жилом пространстве человека. И, конечно же, большинство людей хотело бы иметь свое жилье, и это правильное и естественное желание. Но мало иметь свое жилье, необходимо знать, где, в каком месте оно должно быть, насколько экологически чистое это место, насколько мало шума там может быть, каковы соседи и еще многое-многое другое. И необходимо знать о том, что необходимо для человека, чтобы он в этом жилом пространстве чувствовал себя здоровым. И поэтому, прежде всего, это жилое пространство для человека, и оно и должно иметь следующие места или сектора. Место для сна, отдыха и молитв. Это одно из мест. Второе. Место питания и место приема гостей. Третье место. Это место гигиены. Как ванная, так и душевая, туалетная комната. Это все необходимо иметь. Место работы, учебы, а также тренировок. Это тоже одно из мест. Следующее, пятое. Это место для вещей. Они должны быть сконцентрированы в одном месте. Шестое. Место для того, чтобы человек мог немного уединиться. Слово уединиться, это не означает сон или молитвы, или отдых. Нет. Это место в виде балкона или небольшой лоджии, куда можно было бы выйти, и где можно было бы подышать чистым воздухом, не выходя из своего жилого помещения, пространства. Вот наиболее распространенные необходимые места. А теперь, что же надо учитывать, выбирая эти места? Прежде всего, жилье человека не должно находиться слишком высоко. Думаю, что от первого до третьего этажа это наиболее оптимальный уровень для проживания. Дома без лифтов. Это тоже очень важно. Потому что очень часто бывают сбои в подаче электроэнергии. Лифты – это не совсем удобное и безопасное средство. А также, внимание, доказано уже, чем ближе человек к Земле, тем лучше его духовное состояние. И к этим выводам пришли еще немецкие ученые до Первой мировой войны. Теперь, солнце, воздух и вода и расположение жилого дома должно быть таким, чтобы солнце было, но не было чрезмерно жарким. Следующее. Шумоизоляция, красивый вид из окна, а также автономное подключение электроэнергии при необходимости. И иметь запасы чистой воды. Рассуждая на тему жилое пространство, конечно же, надо думать о том, каковы возможности финансовые человека. И об этом тоже необходимо не забывать. Прослушайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...